Здравствуйте, уважаемые студенты. Я Наргиз Нуралина Шавази, заведующая кафедры Акшоиста гинекологии номер 3. Тема сегодняшней нашей лекции – дисфункциональные маточные кровотечения. План лекции. Мы сегодня с вами обсудим нормальный менструальный цикл и его регуляции. Дисфункциональные маточные кровотечения, диагностику, а также тактику ведения ювенильных, репродуктивных и климактерических возрастей кровотечений. Сколько уровней регуляции менструального цикла мы знаем? Конечно же, это головной мозг, гипоталамус, гипофиз, яичники и эндометрии. Во всех различают 5 уровней регуляции менструального цикла. Это ткани, мишени, второй – яичники, третий – это гипофизарная зона гипоталамуса, четвертый – это гипоталамус и пятый – экстра-гипоталамические структуры ЦНС. Нормальный менструальный цикл состоит из трех компонентов. Это яичниковый цикл, маточный и менструальная волна. Яичниковый цикл включает две фазы. Фаза – значит, рост созревания, фолликулярная фаза и фаза овуляции. После овуляции происходит вторая фаза – фаза желтого тела. Маточный цикл. Маточный цикл. Происходит менструация, пролиферация и стадия, конечно же, секреции. Дисфункциональное маточное кровотечение – это кровотечение, обусловленное нарушением функций системы гипоталамус, гипофиз, яичники и матка, приводящие к нарушению созревания фолликулов. Это кровотечение не связано с нарушением беременности, это органическим заболеванием женских половых органов или системными заболеваниями организма. Итеология ДМК – это стрессы, тяжелые инфекционные заболевания, частые инфекции в детстве, хронические воспалительные заболевания женских половых органов, заболевания сердечно-сосудистой кровенистой системы печени, желчноводящих путей, а также нарушения питания. Классификация ДМК в зависимости от периода жизни женщины и по патогенозу делится на три. ДМК ювенильного возраста – это с 12 до 17 лет, он бывает ауляторный и анауляторный. ДМК репродуктивного возраста – с 18 до 45 лет, ауляторный, также анауляторный. И ДМК климактерического периода – с 46 лет и далее. Он тоже также бывает ауляторным и анауляторным. Анауляторный ДМК – это кратковременно, ритмическая и длительная перспенция фолликулов. Фолликул достигает определенной степени зрелости, но не предвергается дальнейшим физиологическим превращившимся в продолжение выявленный эстроген. Абсолютная гиперэкстрогенемия, так он и называется. Атрезия фолликул останавливается на любой стадии развития, не передвигается к дальнейшим теплилическим превращениям. Но и при этом он не прекращает функционировать до определения определенного времени. То есть относительная гиперэкстрогенемия в последующем подвергается к атрезии. Вот тут, пожалуйста, показана персистенция фолликула и атрезия фолликула. Кратковременно, ритмическая персистенция фолликула и длительная персистенция фолликула. Это когда фолликул достигает определенной степени зрелости, но не может в дальнейшем физиологических превращений и продолжает выделять из себя эстрогены. То есть это абсолютная гиперэкстрогенемия. Диагностика – это, конечно же, отсутствие второй фазы менструального цикла, отсутствие повышения базальной температуры, симптом зрачка, симптом папоротника, симптом натяжной шеечной слизи, слабоположительная бывает на девятые сутки и другие. Вот тут показана ректальная температура, базальная температура, как измеряется. Это показано тут, если двухфазная, это считается нормальным, при нормальном менструальном цикле. А тут, пожалуйста, вы можете посмотреть, гектальная температура или базальная температура, температура при анаваляторном менструальном цикле. То есть он не превышает градус, остается от 36,5, не достигает до 37 градусов. Вот тут показана картинка симптом зрачка. Во время, как мы знаем, периода шеечный слизь становится светлой, прозрачный, тягучий, обильный. Он становится, это сопровождается появлением слизистых выделений из влагалища и ощущения влажности в вульву. Тут, пожалуйста, показан симптом папоротника на 9-й день, 12-й, 14-й и 19-й день. Кратковременная ритмическая персистенция фолликула. То есть тут мы будем диагностировать с помощью УЗИ органов малого таза, то есть гиперплазия, эндометрия, увеличение размеров матки, с помощью гистероскопии и определения уровня гормонов сыворотки крови. Дрительная персистенция фолликула. Фолликул продолжительно персистирует, а потом подвергается отрезии. Овуляция при этом не происходит. Вторая фаза менструального цикла, лютиновая фаза, она отсутствует. Желтое тело не образуется. Под влиянием избытка эстрогенов и длительного их воздействия происходит избыточная пролиферация и дистрофическими изменениями вследствие нарушения трофики. Также тут описаны тесты функциональной диагностики. Тут показана норма. И тут снизу показано уже патологическое состояние. Атрезия фолликула. Фолликул останавливается на любой стадии отрезии и не подвергается дальнейшим теплическим превращениям, но при этом прекращая функционально до определенного времени относительная гиперэстрогенемия с последующим подверганием отрезии. Чаще встречается у подростков в ювенильном возрасте. Патогенез его – отсутствие ритма циркулярного и выделения ГНРН при гоностропных гормонах гипофиза ФСГ и ЛГ. Атрезия фолликула. Также мы будем диагностировать с тестами функциональной диагностики отсутствие второй фазы менструального цикла, а также симптомы зрачка и вот шеечной слези. Будем проводить УЗИ органов малого таза, гистероскопию и определение уровня гормонов. Лечение анавуляторных маточных кровотечений. Нужна при персистенции фолликула циклическая терапия эстрогенов гистогенами с препаратами высокой содержимости гистогена в течение шести месяцев цикла. При отрезии фолликула циклическая терапия эстрогена гистогенными препаратами в течение также шести месяцев. Затем стимуляция овуляции кластильбигитом с пятого по девятый день менструального цикла в течение шесть циклов. Тут описана диагностика и клиника, то, что мы с вами уже обсудили. Овуляторное дисфункциональное маточное кровотечение способствует фолликула сохранена, но имеет место нарушения длительности фаз менструальной функции. Укорочение фолликулярной фазы, укорочение лютиновой фазы и удлинение лютиновой фазы. Этиология. Последствия постарбонные инфекционные осложнения могут быть. Клинический ритм менструальный правильный, но при этом отмечается учащение менструации, то есть он бывает частым. Диагностика при этом сдвинута. При определении мы можем увидеть, что он более долгий. При этом при данной патологии, при обильных менструациях, гормональное лечение синтетическими прогестеронами нужно нам производить. Укорочение лютиновой фазы. Точно так же тут нужно будет проводить лечение гистогенами во второй фазе цикла. Это дюфастон, нарколут два раза в сутки с 16 по 25 день менструального цикла в течение 6 месяцев. Вот тут, пожалуйста, показано то, что мы с вами уже перечислили, укорочение фолликулярной фазы, лютиновой фазы и удлинение лютиновой фазы. Тактика ведения пациентов. Если ювенильное кровотечение периода, то симптоматический гемостаз и гормональный гемостаз. Если репродуктивного возраста, то можем мы проводить хирургический гемостаз, то есть выскабливание полости матки. И климактерического также, а последующим с кистологическим исследованием соскоба. Геормональный гемостаз, как мы знаем, проводится эстрогенами, гистогенами, синтетическими препаратами, прогестеронами. При обильных кровотечениях эстрогены 1 по 25 день суток, в убывании дозы прогестерона с 5 по 25 день цикла. Хирургический гемостаз – это выскабливание полости матки с последующим обследованием. Также можно будет проводить. Благодарю за внимание.